Привет! Я очень хотела с тобой познакомиться. На самом деле, очень давно. Мне о тебе рассказывала ещё моя тётя. Ты знаешь Наташу Бочинскую? Она жила когда-то в Владивостоке, это моя тётя родная. Три года, в общем, я автор проекта «Лица», выпускаю книги о людях. До этого 10 лет я выпускала журналы, потом стала выпускать книги, проводить мероприятия. И полгода назад я переехала во Владивосток, и Наташа мне давала разные, так скажем, подсказки, на кого обратить внимание. И как раз мой один из фокусов был «Люди, которые когда-то жили во Владивостоке, на Дальнем Востоке». То есть у меня книга была про людей Дальнего Востока. У меня был там такой спецраздел, а люди, которые уехали, но которые вот чего-то добились, да, какой-то вклад. И вот она мне про тебя прям несколько раз говорила. Как-то вот так не сложилось там написать тебе, познакомиться. Мне очень рада познакомиться. Моя миссия проекта — объединять, знакомить и продвигать людей. Ну, в первую очередь, объединять. И сейчас мой такой фокус большой, если первый год я занималась своим городом Благовещенском, второй год я занималась, второй и третий Дальним Востоком, то сейчас мне хочется объединять людей русскоговорящих по миру, потому что многих сейчас куда-то раскидало. Скажи немножко о себе для аудитории, которая будет смотреть, так очень коротко. Ты знаешь, что мой папа и вся родня по папе из Благовещенской. Моё детство прошло там в том числе, у бабушки с дедушкой. Меня зовут Вита Носова. Я родом из Владивостока. Вообще родилась в Чите. Мамина линия в Чите, папина в Благовещенске. Сама я всю жизнь жила в Владивостоке. Я сооснователь косметического бренда Просто Косметикс. Мы производители, свои лаборатории, технологи, производим средства для волос, для лица, для тела с эффективными формулами. И вот бренду три года в апреле мы уже достаточно известны. И продолжаем расти. Мы в федеральных сетях, мы в аптеках страны, мы на онлайн-площадках на всех. Мы конкретно решаем проблемы. Помимо этого я, у меня сильный личный бренд. И да, я такой один из медийных людей Владивостока, который вроде бы шесть лет назад оттуда уехал, но до сих пор моё сердце, душа, конечно, часть меня однозначно там, потому что Владивосток такой город, что невозможно его забыть. Я спикер, я предприниматель, я много где выступаю, я в бизнес-сообществах, вот сегодня проводник на игре. Я такой, знаешь, это мама, жена и ролевая модель человека, для которого нет ничего невозможного. Ну и Владивосток тебя тоже не забывает, да? Ты это видишь, там вот такие фанаты тебя. Да, Владивосток, это знаешь, я всегда называю своей такой сумасшедшей армией моих, прям моих, которые стоят за меня, которые чуть что там так нашу Виту там, не дай бог, обидят. А чем ты занималась, когда жила во Владивостоке? Я в 19 лет, я рванула из Владивостока и работала в Питере три года в мировой компании Unilever. Потом, когда с мужем познакомилась, вернулась в Владивосток, я семь лет проработала в компании, которая занималась, да и занимается, импортом фруктов на Дальний Восток со всего мира, а выросла там до должности коммерческого директора. Дальше, когда у меня родилась дочка, мы с ней на ручках, ей было три месяца, открыли сеть фитнес-студий во Владивостоке и потом в Уссурийске. И вот потом, в 2018 году, когда мы приняли решение переехать в Москву, я продала бизнес конкурентам. Переехав в Москву, сначала был у меня онлайн-проект, где спикеры со всего мира вещали на разные темы, еще никто эфиры не проводил. И вот потом судьба так свела, что открыла бренд. Но бренд-то я открыла, потому что я всю жизнь знала, что я создам бренд с работающими компонентами, еще работаю в Unilever. Ты знаешь, еще примерно тогда же, когда я тебе первый раз написала, я летела, не помню, откуда-то, куда-то, я зашла во Владивостоке, в аэропорту, в первый парфюмерный, а я много путешествую, я стараюсь все брать маленькое. И мне нужна была маленькая расческа. Я купила малыша такого. И потом только смотрю, там написано просто косметик. Мы как прикольные, даже как бы неосознанно. Я все что маленькое беру. Скажи, пожалуйста, а у тебя производство здесь, в Москве? Производство у нас в России и в Корее. Некоторая линейка для лица в Корее мы производим, потому что там сырье. И все остальное для волос, для лица, для тела здесь, да, в России. Давай так, так как мы с тобой с Дальнего Востока, вот если кто-то будет смотреть, кто тоже хочет рвануть и построить свой личный бренд, компанию, какой-то лайфхак, да, и пожалуйста, как у тебя это получилось? Ты перечислила области такие абсолютно разные, но давай просто про действия. Во-первых, перестать сомневаться в себе. Это 100%. Я вот этих вот нытиков, у меня на них аллергия. Смотрела твой фильм. Да, спасибо большое. И фильмов будет много. Но если вы ноете, сидите в той заднице, где вы и сидите. И это не про город, не про место. Вот, ну, если вы чем-то недовольны в своей жизни, то это не обстоятельства, это в вас история. Поэтому встаете, находите наставника, находите ментора, находите людей, за которыми интересно следить, которые точно так же, абсолютно непонятно, знаешь, это откуда. Ну, все мы там с 80-х годов, особенно рождения, у нас одинаковый бэкграунд. Поэтому не страдать, не ныть, расписать план, а кто я, а что я. Вот я говорю, если бы я сейчас, переместив меня еще в Владивосток, нашла бы наставника сразу, а не наступала бы на грабли, знаешь, постоянно сама, гораздо бы быстрее путь прошел. Это окружение, это социальный капитал, это сразу окружать себя сильными, интересными, нетоксичными людьми, это вступать в сообщество, заявлять о себе, потому что если о вас не говорят, если вы сами не проявляетесь, ну, извините, но вас нет. Каким бы вы профессионалом великим не были. И это любовь к себе, потому что, когда ты любишь себя, ты не можешь иначе. Ты будешь, знаешь, сам создавать везде ту свою реальность, в которой ты хочешь жить. Касается семьи, места, где ты живешь, как ты живешь, да с какой вилкой ты кушаешь, в конце концов. С кем ты общаешься, как ты выглядишь и все это. Очень круто. А ты часто приезжаешь в Владивосток сейчас? Нет, к сожалению, мои родители тоже уехали оттуда, и меня больше там ничего не держит, кроме моей армии фанатов и девчонок. Привет! Нет, к сожалению. Вот прилетала туда, меня приглашали выступать спикером, а так, к сожалению, больше ничего мне не держит. А к тебе обращаются как к наставнику? Вот, Вита, можешь тоже помочь пройти этот путь? Работаешь в этом направлении? Пройти этот путь невозможно, потому что это мой путь. Я, конечно, выступаю как консультантом по построению бренда, и личного и нет. То есть ко мне много обращаются ребят и девчонок, которые хотят создать косметический или, не важно, бренд, потому что, так как я серийный предприниматель, у меня опыт во многих отраслях и насмотренность очень большая. Плюс я работала же, была тренером НСП у Миши Гребенюка. Мы разбирали и постоянно разбираем огромное количество предпринимателей по этим вопросам. По личным у меня есть форум-группы и оффлайн, и онлайн, где как раз мы с женским коллективом разных абсолютно областей проходим по всем отраслям, там и личное, и бизнес, и развитие. Но, в общем и целом, я стараюсь, так как фокус у меня, все-таки я еще и мама, да, фокусы на бизнесе. Я вот такие какие-то консультационные, я вообще не люблю вот это в своей роли, наставник. Я больше проводник, я больше пример, ролевая модель, как угодно меня можно назвать, которая просто показывает, вот смотрите, как может быть. Делайте раз, два, три. И еще вопрос, как ты балансируешь? Потому что я смотрю, там и работа, и команда, и какие-то вечеринки, и мужа часто ты показываешь, и дети. То есть вот всегда все успевала или научилась этому? Все это вранье, никто ничего не успевает, никогда. Нет у меня времени, все равно какая-то область просаживается. Но что меня спасает? Собираюсь я с помывкой моих волос за 15 минут. Утром быстро подорвалась, собралась, голову помыла, детей всех подняла. Я не сдуваю пылинки с детей. Они у меня самостоятельные, независимые личности, которые сами могут себе пельмени сварить, и с собакой погулять, и там, ну, адекватные. То есть они у меня съела корм собаки, проблема собаки. Муж у меня самодостаточный, независимый человек. То есть я как-то расставила пресловутый этот, знаешь, если колесо баланса смотреть, ничего не успеваю, но успеваю. Никогда никуда не опаздываю. Даже в Москве мне говорили, вот в Москве-то ты будешь. Нет, всегда приезжаю заранее. Не знаю, необъяснимо. У меня просто энергии хватит на города. Даже на спорт иногда хватает. А поделись какая-то там цель, мечта ближайшая на этот год? Ну, если брать бизнес, то, конечно, я хочу, чтобы 5 лет будет через 2 года, чтобы о бренде просто косметикс, как минимум, в нашей стране знали все. И знали не со стороны просто медийного бренда, а знали со стороны эффективного бренда, формулы которого работают. И мы показываем результаты. В плане моей личной стратегии, видишь, я еще сейчас в YouTube ушла, и фильмы классные мы снимаем, которые показывают людям, как в разных также областях, как может быть по-другому разные истории. То есть это повышение моей медийности, узнаваемости. Я безумно люблю отдавать людям. Поэтому все только ради какой-то пользы. А так, да я, ну, огромная там мечта, понятно, ретрит-центр, серф-центр и так далее. И бренд мировой. В сложившихся обстоятельствах ты тут живешь такой, так ладно, неделька, нормально, все, хорошо, ничего не случилось. Спасибо тебе огромное, очень приятно познакомиться. Надеюсь, где-то еще мы пересечемся и сделаю материал, который я хотела, такой уже полноценный. Вот, можно тебя... И ты такая открытая, открытая, настоящая. Вот, это что-то классное, классное. Ой!